Добрый день, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Хотелось бы всех поздравить с наступившим Новым Годом, Рождеством. Для тех, кто не знает, меня зовут Алексей, и мы уже полтора года живем в Батуми. И вот сейчас приехали в Нижний Новгород для замены паспорта, для оформления шенгенской визы. Конечно, сравнивать два этих города, Батуми, с населением 250-280 тысяч и Нижний Новгород, с населением почти полтора миллиона, не совсем корректно, но все-таки какие-то различия заметно невооруженным глазом. И вот сейчас, после полутора лет проживания вне города, мы замечаем положительные сдвиги, которые происходят в городе. Центр досуга сорновичей, торгово-развлекательный центр «Золотая миля». Привет, Батуми. Передал дед. Теперь тянут вам в магазин в полик сил. Есть сорновательные, посидят на доске подожжать. Нижний Новгород, Парелла. Тем более, Тимофей-то известная личность Батуми. Если хотите открыть себя заново, езжать на сервер. На Шри-Ланку. Я понял, что наконец-то, когда меня доберли, зачем нужно заниматься физически. А если доску по голове? Такое тоже бывает. Хотя мне говорили, ребята, что я хорошо гребу, разгребаюсь и встаю на доску. Дальше мы перешли на лайнап. Да ты тоже куда только не ездишь, заедшь, чтобы вкладывать. Я в этом году вообще никого не ездил. Только в Самару вот я ездил вообще. Никит, Никит? Никит, тоже знаю. Фото от Илья Нижнего Новгорода. Супруги Иванова. Марина только что сфотографировалась в заграничный паспорт. Вот это я понимаю, здесь аппаратура. Ну вот, Владимир, за работой. И свет есть, вообще все есть. Да, вас можно запечатлеть? Нет, красивая, красивая, хорошая. Какая хорошая штучечка. Визовый центр находится вот в этом торговом центре Каскад Хаус. На улице Щербакова, дом 15. Вот центр Сорума, буквально 150 метров. Ну, в общем, сдал документы на шенгенскую визу. Стоимость 3945 рублей. Обещали сделать за 10 дней. Кинотеатр Буревестник в центре Сорума. Когда-то в детстве ходили в этот кинотеатр. Ну вот, дедушка Ленин все еще стоит у Сорумского дворца пионеров. Я думаю, его уже убрали давным-давно. Нет, стоит вечный памятник. Как раз вот улица Баррикад. Вот Сорумский дом пионеров. Сейчас это называется центр детского творчества. Вот когда-то я сюда ходил в художественную школу, художественный кружок почти два года. Рядом с домом пионеров стоит паровоз, построенный в 1949 году. Да, в 1949 году нас еще строили такие паровозы. Караул. Вот туда прямо, где-то метров пятьсот, находится завод Красная Сорума. Вот такое веяние, цельная пещера. Лечебный кабинет галлотерапии. Конец улицы Коминтерна. Вот такие старые еще дома, которому, я так думаю, уже лет по сто. Вот такой оригинальный шиномонтаж. Пятое колесо. Перед нами красцеха завода Красная Сорума. Построили мебельный центр. Не было его раньше. Пятерочка. Что там только нет? Фитос-центр. И у нас пошла улица Коминтерна. Добротные кирпичные дома, тоже которым уже по сто лет. Напротив построили торговый центр на Свободе. Вот еще разок возврат к этим старым домам. А тут уже типичный спальный район, улица Свободы. За последние два года в Нижнем Новгороде поменяли практически все вывески. Все вывески стали вот такие информативные, удобные, яркие. Судно на подводных крыльях. Метеор. Спроектировано в 1959 году. Работники завода Красная Сорума. Космонавт что-то раздает. Что раздаем? Берлин. Я майор Берлин. Машиностроительный техникум, в котором училось много моих друзей. Я сам учился в авиационном техникуме. Вот я подошел как раз к Сорумскому парку культуры и отдыха. Вот эта схема расположения объектов Сорумского парка. Вот это у нас панорама Бородинской битвы, 1712 год. Сорумского парка Сорумович, куда я ходил заниматься плаванием как раз два года. Это озеро, замерзшее озеро. У нас стадион Трот. Это у нас юбилейный бульвар. Пошел. Заметен вздик в сторону открытия магазинов у дома. Практически у каждого подъезда уже есть небольшого формата магазин. Также за это время открылось много новых пирожковых, булочных, кондитерских. Которые, конечно, открываются по франшизам. Хотелось также сделать акцент по поводу цен на продукты питания. Немножко были удивлены ценами на продукты, которые дешевле в Нижнем Новгороде, чем в том же Батуми. Цены на овощи, фрукты, которые реально в два и в три раза дешевле, чем в Батуми. Какие-то цены на том же уровне находятся. Например, рыба много позиций, которые в два, в три, в четыре раза дешевле, чем в Батуми. При приезде в Батуми мы думали, что мы будем чуть ли не каждый день есть рыбу. Рыба думали, что будет очень доступна, а оказалось не совсем. Вот такая у нас камбала. Получается 194 рубля килограмм. Получается почти в пять с половиной раз дешевле, чем в Батуми. Потому что в Батуми камбала на пересчете на рубли получается 1100 рублей килограмм. А здесь уже по 200 рублей уже чищенные камбала. Вот купили сыр пармезан. В Нижегородской области в починках есть масло-сыр-завод. И вот стали производить пармезан. Кстати, отличный пармезан, отличного качества, стоит 900 рублей килограмм. Субтитры сделал DimaTorzok